Руслан Курбанов, обращаюсь к тебе, как мать, убитая горем. Я прошу тебя, не оставайся в стороне. Сделай хотя бы маленькое обращение Кадырову. Быть может, Кадыров не знает, что она находится в его республике, в Октябрьском РОВД, на втором этаже. Быть может, он не знает, быть может, вы скажете ему об этом, что мать больше трех месяцев не спит, убитая горем, ждет своего ребенка, когда они ее отпустят. Хабиб Нурмагомедов, ты себя считаешь мусульманином. Где бы ты ни был, ты стараешься возвышать слова Всевышнего Аллаха. Наверное, весь интернет сейчас о моем ребенке пишет. Наверное, ты уже в курсе. Просто как ты можешь стоять в стороне, идти в дом, смотреть матери своей в глаза, смотреть жене в глаза, брать детей на руки. Знаю, что мое сердце матери разрывается за своего ребенка. Почему вы все стоите в стороне? За меня некому заступиться сейчас. Я одна осталась. Если вы, мужчины, не решаетесь сделать обращение к Кадырову, что я могу сделать? Я делаю то, что в моих стилах. Будут они меня преследовать. Исчезну ее, закатают они меня в асфальт, как сказали 15 октября, когда я у них была. Мне уже значения нет. Мне уже все равно. Но даже если меня не будет, не встанет, я прошу всех помочь освободить моего ребенка. И я никогда не нарушала никакой закон. Я старалась воспитать детей, искать довольства Аллаха. И те люди, которые пишут, осуждают. Это не важно. Люди, вы что пишете? Важно то, что она сейчас там. И ее надо оттуда вытащить, освободить. Я призываю всех блогеров помочь мне сделать какую-то видеозапись. Я не знаю. Я верю, что есть мужчины, которые не останутся в стороне. Потому что не может быть такое, что у всех сердца мертвые. Всевышний Аллах сделает вас причиной для того, чтобы мать своего ребенка обняла. Чтобы она вернулась ко мне. Что мне еще сделать? Как еще вас просить? Мне очень тяжело удается делать эти видеообращения. Видит Всевышний Аллах. У меня ребенок тяжело болеет маленький. И эти звонки, которые мне звонят, спрашивают, где я. Чтобы я молчала. Что намекают мне. Не намекают, а говорят. То, что у меня будут большие проблемы. И меня не оставят они. У меня нет другого выхода. Я не могу дальше жить. Знаю, что мой ребенок находится у них. Среди этих чужих мужчин. И что у нее на сердце, на душе. Только Аллах знает. Хочу еще сказать, почему я именно молчала столько времени. Больше трех месяцев. Мне говорили, если я обращусь к кому-то правозащитникам. Или где-то здесь, в Дагестане, кому-то обращусь. Или кому-то скажу. Даже этот Сулейман мне сказал, чтобы я даже своей матери об этом не говорила. Он мне говорил, чтобы я придумывала там различные сказки, где мой ребенок, что ее скоро отпустят. Что я и делала. Но мать моя, конечно, знала, и мои близкие тоже все знали, что произошло. А чем они мне угрожали, что ей могут заставить ее подписать какие-то признательные показания, дать ей какую-то статью, хоть она несовершеннолетняя. Пугали вот такими вещами. Я, конечно, как мать, испугалась за своего ребенка. Я не молчала от того, что я боялась за себя. Я молчала от того, что я боялась за своих детей.